Друзья, наш автопробег «Открываем дальний» продолжается, и сегодня я на Хотинском судоремонтном заводе. Ну, слово «ремонтный» не совсем правильно, потому что, конечно, они занимаются и ремонтом судов тоже, но сейчас на заводе огромная, просто большая программа по строительству судов-краболовов. Уже сейчас 8 судов заложено, и еще 14 килей будут заложены в ближайшее время. Заказ огромный. И вот то, как строятся суда-краболовы, мы увидим сегодня, и даже побываем на одном из них. Сейчас мы находимся в заготовительном цеху, где происходит резкая заготовка и формирование всех нужных деталей, для того, чтобы потом из них построить корпус судна-краболова. После заготовительного участка, в котором мы были только что, детали попадают в этот цех. Здесь происходит сварка секций. Практически все секции готового судна сваливаются здесь. Вот это постель. На нее устанавливаются детали и постепенно собираются в единую конструкцию. Друзья, а в этом пролете собираются секции, которые потом перевозятся в соседний пролет, где есть огромные ворота. Из этих секций набирается так называемый блок секции. То есть такие укрупненные детали корпуса судна. После чего уже они вывозятся на стапель для сборки корпуса. Вот они потом, когда секция, блок секция готова, да? Да, вот эти вот две центральные снимаются, вот они получаются. Все, и выезжает, получается, на мультивиллере. Дальше вам покажем его. Далее секции погружаются вот на такой транспортер. Здесь его называют мультивиллер. У него 64 колеса. Грузоподъемность более 400 тонн. Две кабины с одной и с другой стороны. Одна такая ось. Это целых 4 колеса. А их с одной стороны 8, и с другой 8 осей. Вот такая интересная машина. А это сборка рубки, надстройки судна. Оно не помещается в цеха, где собираются другие части корпуса. И поэтому ее собирают здесь. Но она не под открытым небом. Там дальше есть навес, который в случае дождя надвигается и защищает рабочих от дождя. А еще тут строят вот такие устройства. Они нужны для добычи на шельфе. Они предназначены для того, чтобы защищать трубопровод от китов. А вот это закладные секции. С них начинается строительство любого судна. Совершенно, абсолютно любого. Их здесь 14 штук. То есть это закладные секции на следующие 14 краболовов. Ну, а потом закладная секция переезжает на стапель, где уже происходит сборка корпуса судна. Итак, друзья, вот после формирования корпуса на стапеле суда перемещаются специальными машинами на следующий этап. Сейчас там, на том этапе, находятся три краболова. И на этом этапе их насыщает оборудование. Устанавливают иллюминаторы, устанавливают двери, устанавливают двигательную установку. Устанавливают различные винторулевые колонки, подруливающие, какое-то оборудование, провода. Испытывают нагерметичность и так далее. Вот это последний этап перед спуском судна на воду. Интересная система рельс, которая позволяет двигать суда не только вдоль стапели, но и поперек. Тут еще строятся не только краболовы, но понтоны. А вот там дальше ремонтируется баржа. Это ремонт. Это три краболова, которые уже находятся в стадии насыщения оборудованием перед спуском их на воду. Ну а теперь мы с вами движемся к одному из уже построенных судов, которые уже спущены на воду. И сейчас мы на некоторых из частей этих судов с вами побываем. На пароходе у нас получается девять кработанков. В каждом кработанке получается храниться крабы, живые крабы. Крабы лодятся вот, получается, ловушками. Ловушки выбрасываются с судна, потом поднимаются через дороги. Вот у нас получается там весовая, стол. Потом переворачивают краб туда, выбирают, которые нам нужны. Потом через вот, получается, вот видите, выреза такие. Тут там ставится конвейерная дорога, оттуда выставляют краб. А вот тут ставятся клетки такие. Я вам покажу, вы сходите клетки, как выглядят снержавейки. Потом выбирают краба и через кран отпускаются в кработанки. В каждой кработанке десять клетей помещается. А их привозят живых куда-то? Конечно, поэтому называется судно для перевозки живого краба, живовоз. Получается, днина у нас судна 57,7, ширина 12,6 метров. А сколько членов экипажа? Членов экипажа 22 человек. А сейчас нам даже разрешили попасть в рубку судна-траболова. Друзья, я внутри рубки. Здесь еще происходит достройка. Но многие могут сказать, что здесь российского, кроме корпуса. Вот смотрите, шельдик – это какой-то пульт управления судном. То есть вот прямо здесь место, с которого управляют судном. И это производство МПК МСА. Это морс-связь автоматика, город Санкт-Петербург. Сделано в России. Здесь тоже написано. НТИ Санкт-Петербург. Сделано в России. Друзья, между прочим, я уже второй раз сажусь в подобное кресло управления судном. И оба раза – это производство морс-связь автоматика. В предыдущий раз я сидел в электрическом судне в таком же кресле. Ну что ж, осталось только добавить, что суда будут достроены примерно по плану. Это дата 30 ноября, после чего пройдут испытания заводские, приемочные и будут переданы заказчику. Эти три судна головные. Как я уже сказал, всего первая часть будет – это 8 судов, а потом на следующем этапе заложено еще 14. Продолжение следует...